Владимир Николаевич, здравствуйте и спасибо, что согласились на интервью. Одна из первоочередных задач, которая стоит перед таможенными органами, это выявление и предупреждение угроз экономической безопасности. Вот в этом году сколько фиксируется нарушений? Какие чаще всего и какие бы тенденции вы отметили? Я бы разделил нашу деятельность в части правоохранительного направления на два. Первое, да, это защита экономических интересов, но вторая часть, она не менее важна, может быть, даже больше. Это предотвращение ввоза в страну товаров, веществ, предметов, которые могли бы нанести вред и ущерб нашим гражданам. Что касается второго направления, то мы видим обострение на южных, на северо-западных, на западных границах. В связи с этим участилась, возможно, контрабанда взрывчатых веществ, оружие на нашу территорию. Последние два года мы видим тенденцию увеличения попыток ввоза через нашу границу. Как раз вот запрещенных товаров. Только в этом году мы выявили около 50 единиц огнестрельного оружия и частей к оружию. Порядка трех тысяч единиц боеприпасов, патронов. Порядка двух с половиной тысяч единиц холодного оружия. И это только за восемь месяцев. Конечно, мы это видим, что пытаются нарушители использовать новые каналы, новые ухищрения. И наша задача, чтобы мы эти вредные товары в страну не пропустили. Мы по этому направлению усиленно работаем. На неделе узнали, что был задержан гражданин на Латвии, который провозил амфетамин. Минск уведомил об этом Латвию, но Рига как-то неадекватно отреагировала. Обвинила нас в провокациях, в нагнетании. Вот как считаете, почему именно такая реакция последовала? На самом деле, случай очень банальный. Обычный человек ехал, молодой латвиец, который употребляет наркотики регулярно. С собой имел соответствующее количество этого наркотика. Естественно, при опросе не объявил об этом. Наша собачка среагировала, дала сигнал. Досмотрели, нашли этот наркотик, психотроп в чекле телефона. Это стандартная ситуация. В принципе, раздувается из мелкого вопроса, пытается раздуть какую-то проблему. Но хорошо, что у нас все такие моменты, они записаны всегда на видео. Поэтому здесь мы можем показать общественность и показываем, что никакого предвзятого отношения там не было. Но предвзятые отношения мы наблюдаем со стороны как раз наших соседей по ЕС. Почему сложилась такая ситуация? И может ли железный занавес опуститься между нашей страной и Европейским Союзом? Ситуация, конечно, сложная на границе. Пять пунктов пропуска работает автомобильных из 26. Конечно, это ненормально. Но я думаю, что все-таки здравый смысл победит. Закрывать общение людей – это неправильно. Я думаю, что это невозможно. Все равно общение будет продолжаться. Я думаю, что со временем ситуация будет регулирована, что пункты пропуска будут работать. И для граждан все-таки перемещение границы будет легче. Сейчас приходится стоять в очередях, мы это понимаем. Поэтому пытаемся им помочь. А где сейчас самая напряженная обстановка? На каком направлении? Если по физическим лицам, по перемещению легковых автомобилей, конечно, это Брест, Варшавский мост. Ожидание бывает до двух суток пересечения. По грузам самое серьезное направление, в большей очереди, это на Литву и Латвию. Достигает до 80 суток. Поэтому мы создаем условия для ожидания, для перевозчиков, для лиц, путем оборудования площадок, ожидания перед пунктами пропуска. И в течение года будем строить новые площадки. Сейчас идет общение между таможенными органами, европейскими и белорусскими. Диалога на высоком уровне таможенных администраций сейчас нет. Но остался диалог на уровне постов, на уровне пунктов пропуска. Старшие смены общаются. Потому что граница – это двухсторонний механизм. Здесь невозможно вообще не общаться. Всегда ситуации возникают, когда какая-то проблема с каким-то грузом, транспортным средством, с человеком, который пересекает границу. Такое взаимодействие есть. И мы его, конечно, поддерживаем. Будет добрая воля у наших коллег на более высоком уровне общаться. Мы с удовольствием будем это поддерживать.